Друзья, если вы все еще не подписаны на мой канал, нажимайте кнопку подписаться и обязательно нажмите колокольчик для включения уведомлений, чтобы не пропустить новые видео, а их будет очень много. Всем привет, друзья! А сегодня на обзоре у нас будет новый телефон от компании LIGU. Моделька называется M9. Ну, как новый? Формально он, конечно, новый, но внутри ничего нового нет. И посмотрите, в чем он пришел. То есть китайцы даже не позаботились о какой-то защите. Я надеюсь, что там ничего не повреждено. То есть внешний вид может быть испорчен у упаковки. Хотя, конечно, за эту цену... Ну, ладно, давайте посмотрим. Да, коробочка вроде бы вся целая. Все отлично. Повезло, можно так сказать. Вот так вот выглядит логотип LIGU и моделька M9. Здесь, конечно, все красиво нарисовано. Есть вот такие вот параметры. Ну, о них мы подробнее попозже поговорим. Значит, телефончик из серии бюджетников. Если вы помните, у меня был недавно на обзоре телефон Oktel C8. Вот это примерно то же самое, только уже от другой фирмы. И стоит он 3,5 тысячи. Да, всего 3,5 тысячи рублей. То есть кому-то такие телефоны нравятся именно из-за цены. Но по железу будем смотреть и разбираться дальше. Здесь же у нас ничего такого прям хорошего, интересного, наверное, нет. Вот интересная в виде коробочка вот так выполнена. Я такое первый раз встречаю. Так, чехольчик силиконовый. Китайцы радуют. Стандартный кабелек microUSB. IPC, конечно, за эти деньги не приходится ждать. Здесь какие-то бумажки, гарантийки. Блок питания 5 вольт 1 ампер. Хорошо, что с евровилкой. Задняя крышка реально туго открывается. И здесь для того, чтобы добраться до аккумулятора, чтобы запустить телефончик, нам необходимо ее снять. Также здесь есть слоты под сим-карты и карты памяти. Сюда microSIM, сюда nanoSIM. И вот сюда выставляется карта памяти microSD. Фирменная батарея на 2850 мАч. Здесь у нас корпус пластиковый полностью. Сзади имеем сенсор от печатков пальцев прямоугольный, достаточно маленький. Не знаю, как будет работать. Посмотрим. Сдвоенная вспышка. Сдвоенный модуль камеры. Спереди мы имеем экран 18 к 9 на 5,5 дюймов. Здесь также сдвоенный модуль камеры. Фронтальная вспышка. Это очень хорошо. И датчики с разговорным динамиком. Снизу разговорный микрофон. По центру решеточка динамика. Слева ничего нет. Справа стандартная кнопка питания. Качелька громкости. И сверху у нас имеется выход под наушники 1,5 и питание. Микрофона шумоподавления, как видно, здесь нет. И теперь давайте посмотрим по пленочкам. Вот тут есть защитная вот эта пленочка. И смотрите, что мы имеем. Китайцы молодцы. Они кроме вот этой пленки клеят еще с завода в защитную пленочку прямо на экран. То есть можно при желании даже не заказывать никакое стекло и так далее. Здесь у нас скругление 2,5D присутствует. Но хотя есть какой-то бортик, то есть в принципе нету комфортного вот такого пользования. Потому что вот этот бортик торчит. То, что это скругление, оно в принципе никакого эффекта приятного ощущения не дает. Андроид уже стоит седьмой. Русский язык, конечно, присутствует. И смотрите, что мы сразу видим. Устройство не сертифицировано Google. И вот смотрите, при первом запуске у нас вот куча знаков восклицательных наверху. Но я думаю, что это не страшно. Регистрация и так далее. Тут какая-то неразбериха. Отпечаток пальцев я уже добавил. Давайте посмотрим, как он функционирует. Ну, он разблокирует, но он достаточно долго. То есть нужно держать палец. Плюс он после этого еще какое-то время думает. Ну, так его вроде бы срабатывания более-менее четкие идут. Маленький, видите, тут не очень комфортно прижимать палец. То есть какой-то совсем маленький пальчик прижимать. Если покрупнее пальцы, то уже, к сожалению, некомфортно им будет пользоваться. Но так вроде бы отрабатывают свое. Смотрите, вот информация о телефоне. Моделька М9, 7-ой андроид. И вот такая вот версия прошивочки у нас идет. Liago OS 2.1. Называется прошивочка. Проверим обновление. Вот есть какое-то небольшое обновление на 25 мегабайт всего. Пофиксили баги какие-то. У таких производителей, как Liago, Duji и так далее, недорогие, так сказать, китайские аппараты. У них обновление приходит буквально пару раз. И потом они просто на это забивают. То есть каких-то крупных обновлений ожидать, наверное, не стоит. Давайте будем честны. Аппарат бюджетный. Слишком сильно придираться к нему смысла нет. Конечно, молодцы, что стараются следить, поддерживать вот эти современные технологии. Например, там дисплей. Тут основной акцент, я так понял, сделан на дисплее. 18 к 9. Как видно здесь сверху и снизу, ну, как бы не совсем большие рамки есть. То есть поменьше, чем на обычных аппаратах. И слева-справа, конечно, рамки, естественно, есть. И они тоже не маленькие. Ну и плюс современное это то, что есть две камеры спереди, две сзади и седьмой андроид. Все остальное внутри установлено старье. То есть старый процессор MT6580A четырехъядерный, который у нас поддерживает только 3G. 4G там, к сожалению, нету. В котором графический ускоритель установлен Mali 400 и двухъядерный MP2. Сам же дисплей имеет диагональ 5,5 дюймов и разрешение 1280 на 640. То есть обычное HD разрешение. В общем-то ничего такого сверхъестественного от него ждать не приходится. Вот так вот выглядит максимальная яркость. Чтобы было видно на белом фоне. Вот так выглядит минимальная яркость. Диапазон яркости не очень-то и хорош. IPS матрица, то есть если так покрутить, то углы обзора у него, конечно, не очень впечатляющие. Кстати, версия обновилась до OS 3.0 Lite. Дальше вот какая-то вот происходит ошибка. Обновление. Не хочет он дальше обновлять. Сертификатом что-то пишет, какая-то проблема. Но стоит авторизироваться в аккаунте Google, как все вот эти вот ошибки исчезают. И у нас еще подкачивается парочка новых обновлений. Ну что, 50 килобайт от конца февраля. Кстати, корпус достаточно маркий. И вот буквально полчаса подержал в руках. И как видно, здесь уже все заляпано. То есть лучше использовать с чехлом. Кстати, тот чехол, который идет в комплекте, достаточно неплохо лежит. На телефончике здесь вроде бы как все совпадает. Проблем никаких нет. Олеофобное покрытие на вот этом вот защитной пленке, так же, как вы видите, оставляет желать лучшего. Но тут ничего по-другому и не должно было быть. Оперативы здесь 2 гига, 16 гига встроенной памяти. Других вариантов не бывает. Камеры. У нас тут сдвоенные верхние 8 мегапикселей основная и 2 вспомогательные дополнительные. И здесь 5 основная и 2 дополнительные вспомогательные камеры. Так, давайте посмотрим, что у нас по камерам. Я, конечно, приведу примеры видео и фотографий. Значит, видео у нас здесь пишется в максимальном разрешении Full HD. Вот так вот снимает видео на максимальном качестве. Телефончик. Ну, днем достаточно хорошо видно. Сейчас покажу, как будет выглядеть режим буке. Вот здесь нажимаем кнопочку. И, например, мы хотим в фокусе держать вот эту вот переднюю картинку, а заднюю картинку держать замыленной. И вот можно вот каким-то вот таким вот образом менять фокус. И вот, пожалуйста, мы видим задняя картинка замылена, а передняя у нас в фокусе. Или, например, мы хотим наоборот. Вот то заднее держать в фокусе, а это замылить. Тогда мы вот щелкаем, выделяем уровень, градацию. Также без проблем можно отрегулировать. На месте же, если мы пытаемся сфотографировать какой-то ближний объект, то, как видите, вокруг объекта создается круг фокуса, а замыливается задний фон, но вместе с объектом захватывается и задний фон. То есть не очень грамотно сделано, именно программно. Насчет реальных заявленных 8 мегапикселей вот этой камеры и 5 мегапикселей вот этой фронтальной, я, конечно, сомневаюсь. По большому счету, я думаю, что это, как обычно, интерполяция. То есть, я думаю, что задняя 5 мегапикселей, а фронталка, ну, наверное, 2 мегапикселя. Максимум 3 до 5 там точно не дотягивает. И я делал селфи в полной темноте. С помощью вот этой фронтальной вспышки я приложу фотографии. Вы можете посмотреть. Вот так выглядит это селфи. И, как видно, что качество картинки здесь, ну, отвратительное. При свете, конечно, немножко получше все это. Но, то есть, в принципе, вот от этой вспышки, из-за того, что сама камера достаточно плохого качества, особого смысла нет. Ну, если только совсем прямо в полной темноте, прям нужно и срочно сфотографироваться. Тогда, я думаю, что, конечно, она поможет. При обычном хорошем освещении, в принципе, фотографии получаются получше с режимом боке. То есть, в принципе, можно пользоваться. Для того, чтобы исчезли вот эти вот буковки PP, необходимо во времени поставить 24-часовой формат. Без каких-либо приложений, как видно, занято около 670 мегабайт. То есть, это примерно 35% от свободной памяти оперативной. Из 16 гигов встроенной памяти свободно чуть больше 10. Этот дисплей отличает мультитач на 5 касаний. Это очень неплохо для ценовой категории. Обычно это бывает 2 касания и не больше. Я с трудом сюда смог поставить Antutu версии 6.3, потому что при заходе в маркет, там была 7-я версия, и он мне сразу посылал, увидев процессор. Соответственно, мне пришлось через 5-ю версию и так далее устанавливать, обновляться и выше 6.3 поставить не смог. Но здесь он набирает 23,5 тысячи баллов, что для этого аппарата очень неплохо. Касательно Geekbench это 409 баллов при одноядерном и 1158 при многоядерном. Сим-карта, что в первом, что во втором слоте, достаточно стабильно работает. 3G, как видно, есть. И давайте проверим скорость. Ну, скорость, как видно, невысокая. Около 9 на прием и 3,8 на отдачу. ШБС здесь обстоят дела немножко похуже, чем в ОКИТЕЛЕ. То есть, в пасмурную погоду на подоконнике он мне нашел около 12 спутников, но соединиться не смог не с одним. На улице же он соединился примерно с 5 спутниками. Ну, заняло это примерно минут 5-10. То есть, я думаю, что в нормальную погоду, непосмурную, будет получше обстоять дела. Ну, аппарат не сказать, что шустрый, но и не тупой. В принципе, каких-то подглючиваний, подвисаний особо не замечено. Может быть, иногда бывают какие-то такие вот небольшие подглючивания. Но, как бы, это оптимизация прошивки. По прошивке нарекания, что не все переведено. В общем-то, вот видите, менюшечка выключения и перезагрузки. Она у нас на английском. Ну, а так, все остальное, в принципе, практически все переведено. Ну, вот, бывают, встречаются какие-то места. Ну, я могу так сказать, что где-то 95% перевода на русский язык здесь есть. Вот, включил ролик на Ютубе. И, как видно, здесь поля. Соответственно, вот мы немножко вот так расширяем пальчиками. И вот, заполнение происходит 100%. Достаточно удобно, комфортно смотреть. Никаких проблем, в общем-то, я не испытываю. С просмотром там роликов на Ютубе и так далее. Так что, в общем-то, здесь все с этим в порядке. Также со звуком. Как видите, это реально. Достаточно громко. С объемки, конденсатор. Со звуком здесь, в общем-то, все в порядке. Я имею в виду громкость. То есть здесь вот различные мелодии есть. И если вы слышите, на максимальной громкости он звучит достаточно громко. То есть звонок вы не пропустите. Мелодий, кстати, здесь достаточно много. Такие интересные, забавные мелодии. Здесь, кстати, как оказалось, нет предустановленных режимов звука. То есть здесь вот он, звук есть, либо его нет. То есть нельзя поставить на вибро. То есть это полностью нужно вот так взять и отключить звук. После этого он перейдет на вибро. То есть тут нет режимов там без звука. Громко или тихо. Просто нет. Есть режим не беспокоить. И есть просто вот режим звука. Есть одна неприятная особенность, связанная с этим телефоном, о которой я вам должен сказать. Это вирусы. То есть вот, как видно, доктором вебом просканировал. И нашел один троян. То есть вроде как это и не вирус. Это вроде как и рекламная программа. Но в то же время это неприятно, когда у вас... Вы пользуетесь телефоном, у вас выскакивают какие-то рекламные окна. И это только в последней прошивке. В предыдущей прошивке было еще больше вирусов. Здесь сообщается о том, что есть несколько вирусов. Но доктором вебом конкретно обнаруживается только вот этот вот. Есть энтузиасты на форуме ФПДА. И они уже почистили немножко эту прошивочку. И вирусы оттуда выкорчевали. Я чуть позже сниму видео, каким образом прошить этот аппарат и удалить оттуда вирусы. Я думаю, что людям будет интересно посмотреть его и воспользоваться. Потому что я считаю это большим минусом конкретно этой модели. Производители вроде как знают об этом, но пока ничего не хотят делать. Возможно, с следующей прошивкой вирусы будут удалены. Теперь пару слов об этом обновлении. Я показывал, что оно пришло на 650 килобайт. Но оно не ставится. То есть оно скачивается, начинает ставиться, перезагружается. И оно опять снова находится. И обратите внимание на дату. 2018-01-32, то есть 32 января. Хотя дата релиза 24 февраля. Но в общем, это обновление, как выяснили, для того, чтобы заработал сканер отпечатков. У кого он не работал, здесь он работает. Поэтому оно не ставится, в принципе. Теперь пару слов о емкости аккумулятора и зарядке. Я разрядил аппаратик до нуля. И потом установил его на зарядку. Штатным зарядным устройством. Замеры я производил специальным тестером. Где было отображено, кроме тока и напряжения, еще и энергия. То есть это мощность в часах. И я увидел, что напряжение, выходящее с блока питания, было 5,3 вольта. А ток был где-то 0,8-0,9 ампер. И при этом получалась мощность чуть меньше 5 ватт. Что, в принципе, как и заявлено. Полностью до 100% у меня зарядился за 3 часа. Но после этого ток по прибору все равно продолжал оттеть. Где-то приблизительно 0,3-0,4 ампера. И постепенно падал. Я подождал еще немножко. И зарядка полностью прекратилась через 3,5 часа. При этом залитой энергии у меня получилось 12,95 ватт в час. А по прибору показал всего лишь 2450 мАч. При этом у нас, если мы посмотрим вот сюда на батарею, 2850 мАч. То есть, в принципе, мерить прибором именно залитую емкость не совсем верно. Тут нужно учитывать еще и напряжение. Вот если вы увидите, справа вверху у нас циферка из 10,83 ватт в час. Это получается перемножением номинального напряжения 3,8 на 2850. У меня же залит 12,95. Все остальное это потери, КПД, самого преобразователя, потери в проводах, в контактах. В принципе, я думаю, что эта батарея реально соответствует той емкости, которая заявлена. Но учтите, что заряжать ее нужно не до 100% на экране, а чуть подольше. То есть, лучше оставлять на ночь там и так далее. Теперь немножко о современном вот этом дизайне. Вот обратите внимание, у меня это Leeko Cool 1. Значит, он тоже 5,5 дюймов. То есть, в принципе, здесь экраны, они приблизительно одинаковые по диагонали. При этом, обратите внимание, насколько Leeko шире. То есть, если вот этот я могу достаточно спокойно держать в руке и могу вот этим пальцем дотягиваться целиком, то если я буду держать Leeko в руке в чехле, то я вот, в принципе, еле-еле буду вот так вот дотягиваться, что-то делать. Здесь же с этим делом попроще. То есть, он комфортнее, удобнее лежит в руке. Особенно для женской руки это намного комфортнее, чем тот же самый вот этот Leeko. При этом по весу он приблизительно такой же. У этого аппарата есть большой плюс. В последнее время Leeko сделала шаг к пользователям. Они создали сервис по ремонту этих аппаратов. И, в принципе, каждый человек, кто приобрел его, в том числе на Алиэкспресс, либо в России, в течение 30 дней с момента покупки, может зарегистрироваться на сайте и получить гарантию 1 год для ремонта в России. Сейчас я покажу, как это сделать. Первым делом заходите на сайт. Ссылочку вы найдете под видео. Желательно зайти с персонального компьютера, с мобильного телефона. Могут быть глюки. Дальше выбираете свой регион и нажимаете справа зеленую кнопку Leeko активация гарантии. Далее нажимаете кнопочку регистрация и введите процедуру, по которой производится активация гарантии. Еще раз нажимаете кнопку регистрация. После этого заполняете несложную форму и нажимаете кнопку отправить. Далее нажимаете кнопку авторизация. Вводите сюда те учетные данные, которые вы ввели ранее. И попадаете в личный кабинет. Здесь мы нажимаем зеленую кнопку добавить устройство Leeko. Далее необходимо заполнить несложную форму. Дата покупки и получения. Ставите ту дату, когда вы купили телефон, либо когда вы его получили с Китая. Серийный номер можно посмотреть в информации о телефоне, либо e-mail можно узнать на коробке. Трек номер можно узнать у продавца, либо посмотреть в личном кабинете, например на Алиэкспресс. И модель выбираете M9. После чего нажимаете кнопку сохранить. И видите всю информацию по гарантии на вашем устройстве. Каким образом производится гарантия, вы можете узнать в службе поддержки на этом сайте. Либо в разделе вопрос-ответ. Ну по итогу ребята, что я могу сказать. В принципе за эти деньги телефон наверное стоящий. Если вы не боитесь перепрошить, то есть там в принципе ничего сложного нету, то берите однозначно. Если вам нужен недорогой и в то же время такой достаточно удобный и комфортный телефон. Если же вас какие-то вирусы, рекламные программы пугают, то конечно этот телефон не для вас. Я не могу сказать, что здесь классные камеры, но они здесь есть в принципе. Здесь есть какой-то режим боке и передний и задний. Здесь есть сенсор отпечатков, которые в принципе работают. Здесь все работает, но не могу сказать, что все работает супер быстро, супер на высоте, супер качественно. То есть что-то такое посредственное, но оно есть. 4G, к сожалению, нет, экран неплохой, четкости, конечно, не хватает, углы обзора тоже достаточно посредственные, но, в принципе, ну, за эти деньги, ну, ребята, ну, как бы, как вы не крутите, ну, и не впихнете сюда ничего более интересного. Опять-таки, седьмой Android тоже, я считаю, что это плюс. В общем, в принципе, это конкурент тому же саму Окетелю, но за счет вирусов он, конечно, немножко позади, и плюс, вот смотрите, какая штука по поводу сервиса и гарантии, то есть реально можно даже в России получить гарантию, это вот Лигу пошли на такие вот условия, я вам скажу, что это дорогого стоит, то есть многие останавливают именно какая-то проблема с гарантийкой и так далее, невысокое качество, то есть что-то вышло из строя и куда-то пересылать лень, или просто не хочется заморачиваться долго, а тут перенесли в сервисный центр, если никаких проблем нет со вскрытием, то без проблем вам его отремонтируют в течение года. Ну, батареи, да, батареи тут, наверное, не очень сильные, слабоваты, хватит, ну, при активном пользовании, ну, наверное, на день с трудом, так, если средне пользоваться, ну, дня на полтора, я думаю, растянете. Заряжается долго, ну, к сожалению, да, ничего, тут уже ничего не поделаешь, три с половиной часа придется заряжать. А так, все остальное стандартно для такого класса аппаратов, поэтому я считаю, что моделька найдет своего покупателя и, в принципе, рекомендую для тех, кто не ищет дорогих решений, а именно что-то сэкономить памяти здесь, в принципе, достаточно, при этом, в принципе, его не жалко там разбить, потерять для молодежи, для детей, вот, в принципе, вот этот аппарат самое оно. На этом я заканчиваю, всем пока-пока. Друзья, не забывайте заходить в раздел плейлисты, здесь я сгруппировал все свои видео, которых на данный момент накопилось достаточно много, и каждый здесь найдет для себя что-то интересное. Если понравилось видео, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok